На одесских улицах сегодня было спокойно, но вот завтрашний день, годовщину трагических событий 2 мая, силовики ждут в напряжении. Охранять порядок, сообщили в полиции, будут 3000 правоохранителей. А в госпогранслужбе рассказали, что выдворили 8 иностранцев, которые могли планировать провокации в городе. Это граждане Кыргызстана, Белоруссии и России. Они прибыли разными самолетами в аэропорты Одессы и Киева. Все крепкого телосложения и якобы прилетели в Украину на спортивные соревнования. Но во время проверки СБУ у нас полиция оказалась, гостей пригласила некая общественная организация, которая ранее подозревалась в привлечении наемников для акции на Куликовом поле и захвата админзданий. Одним из первых тревожных сигналов стала сегодняшняя находка в центре города. Обо всем подробнее Андрей Анастасов. Оставленный кем-то рюкзак одесские полицейские обнаружили на Куликовом поле прямо у печально известного дома профсоюза. Внутри находились три гранаты, имитационный патрон, электродетонатор, запалы, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка. Сейчас правоохранители пытаются выяснить, каким образом рюкзак оказался в этом месте. Напомню, именно на Куликово поле завтра придут множество людей, желающих почтить память 48 человек, погибших 2 мая 2014 года. С какой же целью неизвестные оставили здесь рюкзак со взрывчаткой? В полиции рассматривают несколько версий. Одна из них – подготовка теракта. В полиции попросили одесситов завтра избегать массовых скоплений людей. Сейчас в городе повышенные меры безопасности. Улицы патрулируют свыше 2000 правоохранителей. Это силы полиции, Нацгвардии, патрульной службы, СБУ и других ведомств. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности – телеканал Интер. Одесса. Угл聞ки патруль SOL-1